Сделано в Вятке Мы сегодня отправимся в очередной исторический экскурс Я напоминаю, что у нас продолжается серия программ Начатых в честь 9 мая этого года Мы начали говорить об истории Кирова Сразу же послевоенные годы Пошли по хронологии 46, 47, 8, 51, 53 И сегодня добрались до середины непосредственно 50-х годов Путешествия по времени Уже незаметно добрались до 55-го года Да, и что? Материала много Я так понимаю, чем ближе к современности, тем материала побольше Нет, есть и серые годы, есть и невыдающиеся А вот 55-й, это яркий год Были и величайшие трагедии, были и величайшие достижения 55-й год, это начало большого рывка для страны Рывок у нас в разные эпохи был И сейчас недавно нам рывок обещали Но рванули только у нас цены и пенсионный возраст А в 55-м действительно был большой рывок Кстати, вот не поверите Думаете, да, война с Германией у нас закончилась в 45-м Ничего подобного, в 55-м году Из Ирова были вывезены последние военнопленные Которые, я уже говорил, назывались военные преступники Предшествовало этому событию Визит канцлера ФРГ в СССР И разговор долгий и трудный разговор с Хрущевым Говорят по воспоминаниям Вот я читал, говорят там, что все было очень сложно Хрущев с ботинком не стучал, но показывал Канцлеру кулак Канцлер в ответ ему кулак показывал Но разошлись мирно Отношения были напряженными Конечно, из всей страны у нас И из Ирова были вывезены последние военнопленные Сколько их оставалось к тому моменту? Немного, немного Вначале у нас было где-то 11 или даже больше лагоделений А в 55-м уже, в принципе, где-то что-то достраивали Сейчас трудно сказать А непосредственно в областном центре они были? Были, у нас до сих пор осталось Где они, собственно, находились, проживали? Самые ближайшие, если взять от нас Вот это идти От театральной площади, имеем в виду, да? От театральной площади, ближайшие пленные, где у нас были Если идти сейчас в сторону завода 1 мая Вот там Перекресток Молодой Гвардии Дальше в сторону завода И там-то, ой, проулача есть Там вот до сих пор, по-моему, бара И еще это их, по-моему, вот Толь-Атоль начинают сносить И там был сахарный склад Вот называли этот большой длинный барак Потому что до революции там, видимо, запасы У печи и сахара были Вот там было одно из лагоделений В другую сторону Это вот территория шинного завода Там до сих пор возле пожарной части шинного завода Есть деревья, высаженные по периметру кладбища военно-пленных На Сельмаша Вот где-то, ну, всюду Ну, к 55-му году уже все, вот, отправили И в 55-м закончилась советская упация западной Германии То есть образовалась вот уже полностью независимая Без упационных войск государство Ну, вот и события были И в Кирове, конечно, тут Ну, для Кирова-то что это значило, если уж говорить о нашем городе? Ну, проводили и проводили? Или не знаю? Ну, ничего, наверное, незаметно прошло То есть их меньше стало Уже все на них насмотрелись Уже все, война закончилась Раны зажили Народ хотел другой жизни Не военной, тем более Событий Масса происходила жить Все равно, вот, если, например, использовать сталинскую фразу Жить стало лучше, жить стало веселей То это ни в коем разе Не в 37-м, а вот к 55-му году Это еще вполне можно применить То есть, конечно Ну, официально Хрущевский утепель-то позднее стартовал Или это уже... Хрущев уже был Там уже была внушная партийная борьба Уже Хрущев утаптывался, утверждался Давил оппонентов, смещал там Одного, сейчас министра там ставил Впереди ведь 56-й, тот самый 20-й съезд Да, да, да Но пока еще вот Круза и прочее-прочее спутни И это все чуть попозже А вот в Ирове тоже происходили Москва, конечно, вот если смотреть Преображалась вся у нас страна И в Москве прорубали новые проспекты Рушили старые московские варталы И в Ирове уже вовсю строился Тябрск и проспекты Уже люди чувствовали перемены Причем перемены были такие, что властям Не надо было объяснять, что они полезные Что пенсионный возраст полезен Что за мусор платить полезно и нужно Сегодня там выступал кто-то и Это, это и убеждают А тогда не надо было Люди сами видели, строится жилье Из бараков, из подвалов Люди переезжают, хотя и в коммунал Или в Хрущев И чуть попозже Но в 55-м больше в коммунал Это и то Было большое событие Видели, что власти Заводы строят новые районы А я бы и застраивался Мы посвящали этому программу Но давайте напомним все-таки Точные даты С 55-го года появились по проекту Злого первые дома Это от улицы Розы Сембург Еще вот не убрали В 55-м уже убрали А была железная дорога Еще в 54-м Ускоколей, которая возила рабочих на филей Ибо с войны другого транспорта не было По трамвайным путям, проложенным еще до войны И в доме Там и сейчас, по-моему, Махерс Это дом на углу Розы Сембург Давно он не обращал внимания Да, было за вас Люди сидели Да, их стригли, брили Они смотрели Паровозик по лицу Разворачивался Да, там разворачивался В 55-м уже убрали Интересно Вот панорама, например С севера на юг С этого же места С Розы Сембург И еще огромные сосны Прямо на проезжей части Глинистая дорога Ну, уже была проезжая часть Вот со стороны С нечетной стороны Уже узень дорожка Уже ходили Желто-красные автобусы ЗИС-155 Ну, в общем Нечетная западная сторона Да, люди чувствовали перемены Люди стали лучше одеваться Люди стали побольше немного зарабатывать Хотя до изобилия Еще было далеко Но и до Укурузы Это уже было далеко Поэтому Ну, деревню, конечно Давили Налоги Все там Пытались разбежаться А в городах Уже жизнь нормализовалась Что у нас Вообще Вот в области Самое значительное событие В 55-м Я считаю Что это Появился Новый город у нас Вот угадайте Ой, город А должен был Самое интересное Никакое Он должен был называться Должен был появиться К сожалению Запамятовал Новый город Под названием Герцен Ох ты Вот, то есть Трудящиеся Ировской области И вот этого поселка Который стал городом Отправили, видимо Во все инстанции Ну, вот Это работягам Могла прийти В голову мысль Что город Одержавон Назвать Герценом Ой, это По фазе Но тем не менее Вообще Вот я говорю Что появился Не Герцен А Ировачепец Вот А вначале Он мог бы вполне Стать Герценом И были бы эти Герценцы Герцен Но не герценчане Герценчане Не герценчане Ну и слава богу Что не появился Да До 55-го Это был Хотя Чепчане Поселок Поселок Ировачепец А еще раньше Была деревня Которая называлась Голодный починок Это в народе Так называли Или официально Доброе Местное название Такой хороший Починок Невесело Жилось Везде же Там же Были эти Горелого Неелого Неурожай Атоши А тут голодный Починок То есть Вполне В российских Традициях А в 55-м году Жилых домов Было в Чепец 129 Из них Целых 57 Были Эминные 53 Деревянные 19 Бара Засыпанные Индивидуальных домов Ну деревня Видимо И близлежащая деревня Вошли 565 Асфальтированных Дорогой Тротуаров Не имелось Вообще не имелось Тем не менее Несмотря на это Посел Укрусировали Три автобуса Ой Не завидуя водителям Особенно В Распутицу Непонятно Почему ездить Этот исполком Райсовета Учитывая Просьбы населения Решил Назвать Герцен А цель-то Собственно Цель собственно Создание города Химическая промышленность Городообразующего Производства Ну маскировка Под видом Химпромышленности Этное топливо И прочее Прочее В результате Вот Недавно На вашей радиостанции Была большая передача Там про Вся захоронение В Чепецком районе Вот оно С 55-го года И таким образом Чепец появился Ну и второй Не могу Конечно Подождите Герцен-то сколько Он просуществовал Под этим названием А он не был Его пытались Назвать Планировали 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 Писали Там В ЦК Это же только документов Просили А видимо Из Москвы Пришел ответ Ну если так Смягчить Выражение То вы там Чего охренели Что ли В Ирове А у вас там Чепец И поселок Вот и будет Ирово-Чепец Чего там Герцен Я полагаю Что примерно В общем Я думаю Что тогда Не стеснялись Не переборщили Не стеснялись В выражениях Люди Хотя вроде Все уши Поприжали И власть Поприжала И милиция Поприжала После Сталин Их-то дел Там И все Немножко Притихли Вот В общем Герцана Не случилось На территории Нашего региона Ну конечно Конечно И второе событие Не могу Не удержаться Это В 55-м году В общем То Можно сказать Что родился Наш Вятский Опорный Государственный Университет ВятГУ Потому что По инициативе Руководства Завода Лепсев Ирово Был создан Учебно-консультационный Пункт От всесоюзного Заочного Энергетического Института Вот Будущий политех Располагался Он В одной Школ Сейчас номер Точно не помню Вот За Дом культуры Родины Если ехать Там Один этаж Вот этот Был заочный Институт А потом Дальше Дальше Он уже позже Стал называться Кировский Политехнический Институт Конечно Да Был заочный Энергетический И так далее Вот В общем-то И третье Событие У нас Ну Вот Если из масштабных Подумать То это Все-таки Построили И на театр Победу И открыли Это была Победа Ну и смену Где-то В эти же годы Открыли Вот А что начали Строить Победу Там Примерно Напротив Победы И чуть южнее На другой стороне Вот У тебя сейчас парк С пивной палаткой Там был Очень ветхий И на театр Прогресс Он уже не функционировал Самый старейший Ветхий Или один из А из сохранившихся Нет Да старейшие Там были другие Модерн Иллюзион Там И в зданиях Там Их-то А этот Не самый первый Конечно Но старший Лизе Он был малень И там Говорят Вот Когда он уже Завершал Свою деятельность В 55-му году И даже раньше Висела Почему-то В холле Вот Роспись была Сталин Смотрит На поля И И снизу Огромными буквами Там Засуху победим Я вот Очевидцы Вспоминают Я не знаю Там Была ли у нас В Ировской области Засуха Но почему-то Если В Колизее Были там Динозавры Роспись То почему-то Сталина Засуха Прогресс Бог с ним Снесли Снесли Он ценности Не представлял А вот победу Победу строили Ну по типовому проекту На смену Этому обещавшему На той же улице Называться Это она тоже Должна была Прогрессом Ну я напомню Ныне перекресток Володарского Московской Да Да Ну раз Раз вот Десятилетие победы То Не проект Остался В общем Название Осталось И за всем Энотеатром Хотя Вот эту победу Буквально Врыли Востат И бывшего Посадского вала Города Хлынова Это искусственный Городской Земляной вал 15-16 Веков Там Во дворе победы Еще можно Да Можно Ну сейчас Конечно победа В нормальном состоянии Вот Холд застегли А там Вот Был приятный И на театре Там джаз-бенд Играл Много времени там Провели в свое время Да Вот И основные события У нас в Иреве были Ну сами понимаете Когда строят жилье Когда строят И на театре Когда По городу ездят Уже Не трофейные И Это Там Развалюхи Уже вполне Приличные Победы Уже Относительно Нормальные автобусы Уже там Когда люди Стабильно работают И уже все И нету Сталина И уже Не ждут Что там Завтра Очередная Компания По борьбе С тем-нибудь Там С осмополитами С рыжими С конопатами С горбатами И будут сажать Ловить Уже этого Нету То есть Это Вздохнулось Облегченно Оттепель Может быть И началась А может быть И нет Трудно сказать Вообще Что это Оттепель Но наверное Все это и было Уже были какие-то Предпособы Уже можно было Например И ходить Вот так Относительно Свободно В одеждах И если стиляги У нас В основном Появились Ну после фестиваля Вот это массово Посмотрели на западную жизнь Фестиваль 57-го года Молодежи и студенты Проявили Ну в 55-м Еще не стиляги Но около этого Даже в Ирове Ходили Вот если Судя по старым фотографиям В широченных штанах Сантиметров Там Ну больше Там 28 до 30 И не клише А просто Эти были Клетчатые Футбол И вот И уже Уже могли Там Обувь какую-то Отрывать Эту Вахушевскую подошву И в ателье Могли В обувном ателье Заказывать На манной каше Называлось Из белой Микропор И там что-то Ну и было немного Потому что Все это и город Была одна большая Райна Если можно было По центру Там гулять Куда-то То люди Которые отличались Это сейчас Вот опять же Аналогия Сегодняшним днем Где-то Не так давно Несколько месяцев назад В Москве Гопота Убили Какого-то парня Хипстера Что он Отличался Он в дуд Ну к сожалению Это в любой эпохе Наверное происходит Они считали Они считали Что Настоящий пацан Он должен Носить роткую стрижку Быть патриотом Любить Там Путина Слушать Любе И шансон А остальным Всем надо По морде Вот А тогда У нас Вот Тоже после Таких времен Суровых Тогда Город Можно сказать Была одна большая райна И если кто-то Иначе Танцевавший Иначе Выглядел Иначе Одевающийся Появился Где-то На заводской райне То там Всегда бы Нашлись Мозолистые И рабочих парней Которые И они бы Объяснили Кто-то и есть Знаменатель А что с раздаемостью В середине 50-х Что с численностью Областного центра Обычно Когда такая Атмосфера свободы Послевоенный Он был Да Пришли И там Не так уж много мужичков Но Тогда Видимо Было время Любви А в 55-м Схлун Но все равно Уже видимо Демографически Начали выравниваться Ресурс-то был Огромный Человеческ И даже у нас В области Это сейчас Вот если К примеру Вот если так Пофантазировать На воздушном шаре Мы поднимемся Над Кировской областью То Мы увидим Огни Вот Райцентры Там Большие села Все остальное Мертво Там Где было В районе Там Каком-то 80 деревень Там Дай бог Две осталось А тогда же После войны Вот по деревням Деревенц Молодеж Совсем другая Субкультура Сгармош На танце В сапогах В другую деревню Там побили Побежали обратно За подмогой В общем у них Шестра Побили-то Там подружку завел Здесь подружку завел Ну что-то такое Ну давайте от Ирова Или у нас Еще Есть время Немного Есть время Отвлечемся Немного от Ирова Потому что Не может же Отдельно город Вот Это сериал Назывался Где под клопаком Там город Зался Не припомню Ну известный Такой Из триллеров Из фэнтези Где вдруг Прозрачный Клопак над городом Образовался И никто не мог Его преодолеть Хорошо Я Иров у нас Не мог развиваться Хотя вот Это авторитарный Первый секретарь Про кого я говорил В общем Ну это никого Не волновало Потому что То что происходило В правительстве Это была Там Такая Субстанция В другой жизни В параллельной Там мало Который решил Давайте посмотрим Что в мире было В 55-м году Ой Международная повестка Хорошо И все Много чего Происходило Черчилль Ушел в отставку По возрасту И состоянию Здоровья Урил Наверное Много Сигар Но Он не Черчилль А Черчилль У нас почему-то До сих пор Это не принято Германия Она избавилась От Упационных войск Советских И тут же Вступила в НАТО А в ответ Был подписан Варшавский договор О дружбе Сотрудничестве И взаимной Помощи Между СССР Албанией Албанией Да Болгарией Чехословакия Восточной Германией Венгрией Польшей Румынией В общем Оформление Социалистического Блока Это еще Я в армии Служил В конце 70-х Тогда еще Пугали Деды Молодых Я такую жизнь Устрою Что ты будешь Самый несчастный Солдат Во всех войсках Варшавского договора То есть В 55-м году Явление Породилось И все А в этом же году В 55-м Пока мы тут Строили победу И радовались жизни В Калифорнии Открылся целый пар Диснейленд По телевидению Церемония Транслировалась А у нас Вот только Еще затеяли Строить Телецентр Еще место присматривали Да В церемонии Открытия Участвовал Уолл Дисней А среди знаменитостей Был Роман Дрейган А Sony Уже начала Выпускать Маленькие Романные Транзисторные Приемники Хотя у нас Вот мне привезли 63 года А нет Вчера мне Привезли Радиол 59-го года Но я представляю А у нас Слушали Вот На смену Патефоном Уже стали приходить Большие Ламповые Радиолы Бандуры такие Да Вот уже Можно было Ну конечно Вот если Кому фамилия Чего говорит Это Рон Хаббард Вот известный Сцентричными Взглядами Официально Зарегистрировал ЦРФ Центологии Не знаю Запрещена ли Она у нас Наверное Да Интересный вопрос И вот Джинсовый бум Начался В Америке И Западной Европе В 55-м году А у нас Он пришел В 78-м Когда По 200 рублей Стали То есть Еще был Такой диапазон Был В 55-м Повесили Последнюю женщину В Англии За убийство Любовника Ну вот вышла Книга Лолита Владимира Набокова Конечно Лолита Была Так же Недоступна Пришла Она уже Во время Горбачевской Перестрой И стали Ее печатать У нас В России В СССР Тогда еще даже Это был Наверное Уже Конец Восьмидесятых Начало Девяностых Вот С 55-го Прошло Столь Времени Для многих Граждан Было Открытием Ну Впечатление Произвела Конечно Даже По 55-му году Наверное В 55-м То они Не знали Вообще Бы Может Сам издат Был Какой-то Но Тогда Я Конечно Относился Вроде бы Прочитал Треть книги Более-менее Нормально Когда Гумберт Мечтал Свою Подружку Вывернуть Наизнанку И съесть Различные Органы Это у меня Несколько Отношений Это ваше естество У вас противило Стало Другое Ну вот У нас Хрущев был Конечно Вот битвы На Олимпе власти Они Я говорил И в Ирове Мало Волновали Что там Происходило Кстати Вот этот Смотрю На Дом Советов Дом Советов Немцы Пленные Но это Термонологи Немцы Достроили И все Там Видимо Въехало Правительство Но он был Два раза Меньше Со стороны Октябрьского Пристрой Появился Позднее Сейчас он Видимо Пентагон Не Пятиугольный А четырехугольный А тогда был Дом Вдоль В 55 Еще Напротив Были Деревянные Дома Улицы Хотя уже И вот Со стороны Театра Уже Площадь Облагораживалась А со стороны Драматический Театр Он был В том виде Ну да Что и сейчас Уже сносились Дома Деревянные Но площадь Была в два раза Меньше Ближе Политеху Были Деревянные Дома Огороды И улицы А перед Главным зданием Политехов В то время Еще стояла Вот эта красная А там Политеха Не было Там позже Стали строить Здание Савнархоза Вот Где вот Здание Политеха Возле театра Это Здание Портшколы Оно было Оно кстати Грело Потом его Тут же И это Злов там Полностью Восстанавливали Но Это по-моему Чуть позже Чем в 55 Было Или раньше Сейчас вот Что-то мне не попалось А тут просто Не было Никакого здания Было вот это Красный дом Называлась она Водолечебница А до этого Были Урсы Сестер Милосердия Милосердия Ну наверху Конечно Там Все уже Видимо Самые Жуткие Страсти Миновали Вот То что там Бомба Атомная Там испытания У нас Туда Сейчас Сейчас Видимо Вот Хрущев Он еще Утверждал Себя Свой Авторитет Вот Убрал Председателя Совета Министров Маленкова В отставку Из-за противодействия Хрущеву Намерению Сократить Производство Вооружений Хрущев Ихамаленков Был против Назначили Булганина Булганин Сугубо Штатский Человек И сразу Отдел Маршальц И мундир Военные Фронтови И этого Не приняли И не поняли Ну и Аганович Конечно Метро Это было Именно Аганович Его тоже Отстранили Союзник Маленкова В общем Вот такая Возня была Ну Тем не менее Байконур Начали Кстати Вот уже Осмосе Вот В ту пору Конечно Первые полеты Спутников И это Не попали На такую Ментальную Почву Уже подготовленную Потому что Уже стали У нас Печататься Массово Книги На тему Фэнтези То есть Фантастика Называлась в России Там Станислав Лям И другие Ну конечно Не совсем там Буржуазные А ближе Там Польс Им или прочим Им-то даже местные И люди читали Там про Эти Звездолеты Парсей И планеты И уже мечтали Вот-вот-вот И на грани Вот в 55-м Начали строить Байконур В это же время Антартиде Поплыло В одну сторону Поплыло Флагманское судно Первый совет Антарктической Эспедиции Знаменитая была А в другую сторону Поплыл Этот Турхейр Дал На своем плоту Вот жизнь И пела После войны И по-моему В этом же 55-м Этот Лен Бомбар Тоже поплыл На резиновый лод Через Я бы через Вят Вот ты наверное Не решился Ну кому что Все Тогда делаем паузу И перейдем К величайшей трагедии Этого года Давайте у нас есть еще Время Не без лож И дегтя Обошлось Ну сейчас Итак реклама Это сделано в Вятке Евгений Питунин Историк-краевед Руководитель музея Вятского госуниверситета Говорим о нашем городе В середине 50-х годов Сегодня мы конкретно Остановились на 55-м Сделано в Вятке Продолжаем нашу беседу С Евгением Питуниным Историком-краеведом Руководителем музея Вятского госуниверситета Ну вот так Делая перекличку С современностью Я так понимаю Евгений Альбертович Про пенсионный возраст Разговоров-то не велось В 55-м В 55-м? Да Про социальные какие-то Льготы Это наверное позднее Было В 55-м Цены Реформа-то попозже была Цены снижали Вот Но Видимо Относительно Были Были Эмерчес И цены То есть В 55-му Еще видимо Сохранялись Магазины Эмерчес Да Это у нас Вот например Человеку понимающим Рабы Свободно Продавались Эмерческим Только мало кому Были нужны Да Албаса Обченая Там все это было Я думаю питались Жареной ртошкой Там С чем-то Огороди И у всех Жили В основном Деревня У всех Родственники Были почти У всех Там С поросятами Курями Там И прочим И еда была Логически Ну попробовать Конечно Там Ну не знаю Ну я вот о трагедии Хотел поговорить Давай Служили ли вяз И парни На линкоре Новороссийск Неизвестно Но могли служить А трагедия Года Это Взрыв И Затопление Линкора Новороссийск В Севастополе Вот В 55 Году В октябре Линкор Стоял на рейде Ночью Туда Были переведены Солдаты Которые Переводились На флот Из сокращаемых Береговых Служб Им выдали Матросскую форму Но оставили Сапоги Из пехоты В моряки Да До 700 человек Их расположили В трюмах В носовой части Вот Часть ушла В увольнение В общем На народу Было на линкоре Больше полутора тысяч И вот Ночью Где-то уже На рассвете Раздался взрыв В носовой части Такой Что пробило Все перебор И От трюмов До верхней палубы Сюда пошло как Все там Поэтому Сразу Вода Хлынула Во все Вот эти Пробитые Отверстия Линур Стал Реняться И Эпитан Его Командующий Флотом Видимо Стал Депеши Что Всегда Вот у нас Водится Не создавайте Пани Там Его не Эвакуировать Вроде бы И могли бы Спасти Людей И отправить Поэтому Вот Не было Но Линур Принялся Все больше И больше Поэтому Видимо Все Комфлота Принял решение Людей Оттуда Убрать Людей Стали Выводить Из трюмов Еще уцелевших Стали Строить На Палубе Палубе Шрингами Чтобы организованно Вывести Часть успели Посадить Шлюп И в это Время Рабль Резко Перевернулся И По официальным Версиям Ну там Еще Конечно Были И в Помещениях Более 700 человек Погибли Хотя И спасательные Работы Проводились Были Большие Разборки В общем Население Такого Приличного Поселка Судя по Количеству То Вот сейчас До сих пор Еще Версия Это тайна Вот Из основных Тайн Которые До сих пор Не разгаданы Это Гибель Линкора Навросийск И причина Гибели На перевале Дятлова Ну а перевале Дятлова Это уже В 1959 А В 1955 А интересно Вторая версия Вот Нам такое Освенное Отношение Имеет Ирау Навросийск Это бывший Линкор Джулио Чазари Который был По репарациям Забран У итальянцев Да И поэтому Принц Баргези Он сказал Что Я Это Даром Не пройдет И Этот Линкор Наш Будет Отомщен И по одной Из версий Итальянские Диверсанты Олангисты Вот Заминировали Акватории порта Заминировали И рванули А Баргези Чем фамилия У нас известна Вот его родственник Баргези Участник Первого автопробега На машине Проходившего через Вятку На машине Итала Проходившего через Вятку И вот эта машина Баргези Установлена На улице Спас И вот Западные А что Сдетонировало Официальное Расследование Итоги какие-то Было Как всегда У нас все И Чернобыль Вот Рына сейчас Открыла Архивы Чернобыля Читаешь Волосы дыбом А у нас все Засречено И вряд ли Когда будет Открыто И может быть Мы и узнаем Тайну Скорее всего Можем и не дожить Ну я так понимаю Киров переживал Со всей страной Эту трагедию Да Конечно В Черном море Это сейчас бы Там море омонтов Во всех СМИ И так или иначе Вот А тогда же Ну в лучшем случае Наверное Там На 15 информация Где-нибудь Самый Мелким шрифт А радио Да Не что Радио Нет Только пресса Не абсолютно Небольшие какие-то И то-то Эпизодические Разометы Поэтому узнавали О всех трагедиях О всех Ну вот Эхо войны Такое Вот и через 10 лет После войны Конечно Было И у нас тут Конечно Это и Но вот Когда строили Вот те же пленные немцы Старое здание Дома культуры Родина То они говорят То ли бал И подпилили То ли Не доложили Надо Уточнить Это не нынешний дворец Старое Которое снесли Это был Ближе Школя туда И это было Вот в 70-е годы При очередном Обследовании Что Диверсия Противные И это Гон и вооружений Там Политические процессы И это Событие В газетах Уже было Лаос Там Про Вьетнам И про Лаос Говорилось В прениях Напоследок Стал вопрос Об отце и гении Но это Позже Это мы уже Съезду подойдем Но тем не менее Всегда волновало Там Сейчас А что там в Сирии Или а что там еще Тогда тоже волновало Газеты По крайней мере Создавалось впечатление Что Больше волновало А что там в Лаосе А что там в Крея А что там в Камбодже А у нас Вроде бы На втором плане Да На втором плане Уже То есть традиции Живучие И сохраняются И по сей день А в целом Не знаю Там соревнования Социалистические Это все продолжалось Ну вот А тем не менее Уже Прогрессивная Общественная Стремилась в Осмос Стремилась в Антартиду Стремилась в Иоанны Стремилась там Удата Радовались всему Вот например 55-й год Это время было Открытие новых материалов Вот о чем писали газеты Кроме вот Международной обстановки Вот В августе 55-го года Центральная газета Сообщала Например Фабрика Искусственной Кожи Освоила В этом году Массовое Производство Высокачественного Рауля Из волокон Эпрона И вискозы Гадость Наверное Аж трещала Я представлю Головные уборы Муфты Воротни И манто Изготовленные Из искусственного Рауля Не боятся Снега И дождя Прочны Внос Особенно Привлекательной Была Обещанная Стоимость Искусственного Рауля Планировалось Что он будет В 10 раз Дешевле Натурального Сейчас же прекрасно Понимаешь Это же сейчас Это все Подается под соусом Спасение природы И вернемся Снова Это экономили Экономили Удешевление Производства Удешевление Это было Не только В этом Не только В Рауля А удешевление В 55 году Было Очень грандиозно Было Принято Постановление Саумина СССР Об устранении Излишеств Проектирования И строительства А как же Советский Гигант Жилищный Кризис Грандиоз Надо было Быстрее строить Вот я Уже Пример Приводил Что если Зайти Напротив Сельхоз Дом С гастрономом На первом этаже Со двора Заходишь Смотришь Там Есть Мог быть балкон А его нет Балконные двери А нету балконов Вот поэтому Сам сельхозинститут Он планировался Со шпилями С башнями С портиком Салонными Это быстро Все отрезали Вот Ну И не только Здесь компания Вообще В Ирове Вот сразу же В 55-м Уже строящихся Зданиях Исключали Там Венчающие Эрнизы Башен И шпили Ну почему-то Видимо Успели шпили Еще на Лесотехникуме Поставить А на сельхозе Уже не получилось Балконы В жилых домах Лепные Эрнизы Вот Смотришь Рисун И вот того же Злого Там дома А в деталях же Глаз Вот там Между домами И эта статуя Заборча И все А лепные Эрнизы Заменяли Переходами Ну вот Раньше Если Сталин И были Красивые Такой переход А тут просто Закругляли Грубо Все это Ничего не соблюдая Геометрию Трехслойную Стали заменять Однослойный Глад И отделочный Слой Грубым Набрызгом В общем Шло Грандиозное Упрощение Но надо было Надо было Это делать Потому что Все это Проблема с жильем Это была Самая глобальная Наверное Проблема В 55 году Евгений Александрович Последний вопрос Несколько секунд Еще были Огромные Обораченные Города Но тем не менее Вот жизнь Шла Своим чередом И город Преображался Город Приобретал Масштабы Приобретал Сегодняшнее лицо И приобретал Он это Благодаря заводам Которые Там больше Десяти лет назад Уже были Эвакуированы В Иров Если бы их не было Город бы остался Наверное В черте Отябрьского проспекта Малень И такой Провинциальный Город Вот был А все И 55 Это был Рывок Вот Могли мы Рвать вперед Не только Там ценные И пенсионные Возраста Могли действительно Продвинуться В хорошем смысле Кто жил в ту пору И родился Им конечно Уже сейчас Много лет Но вот они Помнят Вот эту Эфрию Которая была В обществе Надежды И ожидания Чего-то Хорошего Радостного И светлого Они помнят Они и слушают Так ведь Так ведь Уважаемые слушатели На этом Завершается наша встреча С Евгением Питуниным Историком Краеведом Руководителем Музея Вятского Госуниверситета Мы продолжим Обязательно До встречи В 56-м году До свидания Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин